Девушки отдыхают Ведьмаки убивают чудовищ Плохо, помнишь? Ведьмаки убивают опасных чудовищ Они кидали в нас камнями, Герк Поплачься, Эскелю Ну, еще пара шагов И мы будем на месте О, ну у тебя и одышка Что-то ты в плохой форме Ну у тебя Просто у меня похмелье Вы с Эскелем снова нажрались? Нет Я один Ну, вот мы и на месте С этим не поспоришь Вот холера Красивый вид Наверное, если даже ты это заметил Геральт, за кого ты меня принимаешь? Дай подумать За грубияна? Ха, возразить нечего Ну хватит комплиментов Давай за работу Ты помнишь, что надо делать с этим кругом? С тех пор, как я активировал здесь медальон, прошло немало времени Ладно, дедушка, не оправдывайся Зажги факел и положи филактерий на алтарь А я сделаю все остальное Как там было? Сначала вода Потом земля И воздух Хорошо Филактерий на месте Ну, осталось только минуту подождать Контейнер наполнится силой стихий А мы пока отдохнем А ты как справился с троллями на испытании медальона? Дай подумать А, вспомнил Я использовал аксии Но тогда против меня вышел один Остальные были заняты Ну да Полезный знак Недавно мне жизнь спас Интересная история Отменная Напали на меня двое разбойников Один целился в меня из арбалета Другой начал рыться в моих торбах Сперва я приказал арбалетчику застрелить дружка А потом повеситься самому Действительно Отменный рассказ Правда? Животики надоровешь Скажи Ты всегда был таким циничным сукиным сыном? Нет Пока Весемир не привез меня в Каэр Морхен Я был очарователь Мы все через это прошли Не все Многие здесь погибли Пареньки Которых забрали вопреки их воле Такое было наше предназначение Предназначение? Я расскажу тебе о предназначении Мой отец был пьяниц Стоило ему надраться Он лупил меня и мать до крови Мы каждую ночь молились Чтобы он наконец сдох Один раз Наши молитвы почти исполнились Папочка заглудился по дороге в кочмы И влез прямо в гнездо наперов Но его спас один ведьмак И знаешь чего он захотел взамен? Дашь мне то Что первым увидишь в доме Мою жизнь За жизнь этой мрази В гробу я видал такое предназначение Я не знал Прости Когда в следующий раз задумаешься Почему я такой злой Вот тебе ответ Ладно Хватит горевать Пора собираться Надо забрать мечи А то ведьмак без оружия Как без рук Золотые слова, брат Редьмаки Брать острые дубины И идти домой Можешь меня не уговаривать Пойдем, Геральт Пора Иди вперед Я тут на минутку останусь Только не застревай Нам еще это чучело расколдовывать Помога Ну и ты Ты Треть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сюда бы портал Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Пора в путь ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 ламберт послушай эти чем-то раздражаю меня с чего ты взял ну мне докажется знаешь ты же мне как младший брат глупый вредный но брат вера я еще раз плачу иди сюда так лера разбилась хорошо хоть пустая к дискель долго его нет надо надо бы его поискать это работа для весь мир не начинай и сними уже эту шляпу куда этот молокосос подевался может он того опасности тогда мы идем на помощь эскель пенчуга вылезай я вино разлил и влез в него и ты стал на колени чтобы это увидеть если бы я нагнулся меня бы вырвало эскель 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 пенчуга вылезай эскель 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 давай давай эй слышишь как как дыхание раненые вера значит дошло до боя по моему по моему по моему по моему поранился одним шрамом больше одним меньше ему тоже разница никакой эскель где-то здесь держись брат мы идем эскель пенчуга вылезай вылезай о вот же он со своим верным звоночком эй эскель подъем эскель что что случилось набрались мы в три жопы вот что случилось вставай пошли пить оставьте меня я сейчас сблю стоит нам втроем собраться всегда этим кончается значит надо найти четвертого а еще лучше бабу кроме иен тут никого нет ее лучше не будить поверьте мне а что та чародейка с которой ты говорил ты подумай мы включим мегаскоп пригласим ее вежливо она к нам телепортируется может и подружек прихватит ну что скажете ламберт ты гений а то приглашаем ложу на вечеринку да сука приглашаем так как это работает ну тут покрутить там повернуть а потом надо сказать что нить по эльфски говно вопрос ну за дело а стойте а когда это ида нас увидит мы ее напугаем в смысле на магичек то мы не похожи я знаю переоденешься в платье енифер сумки ее там ты что это собрался надевать заткнись умник а то так корсет затянул что все штаны засрешь не ной эскин сейчас будешь весь в ми 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 в мишуре только никому не рассказывайте ясно никому она столько барахла натащила я уж решила на тут жить собралась не пугай геральта по микс D да да будто на тебя шили ствола компетр одевай давай не не это она тебе по фигуре не подойдет эскель холера у тебя ж талия сина а ты сам осина ну ладно давайте же я в этой штуке еле дышу так я буду говорить а вы двое занимаетесь кристаллами каэдмил бляди тхой на фокус-покус чармары арсблатана что это кто там я очень извиняюсь мы ошиблись сразу бумага кончилась ваше превосходительство не ты баран ложа ложа хочет меня убить надеюсь у вас есть объяснение происходящего очень хорошее объяснение иди в кровать сейчас же проклятие дурацкий сон вижу все уже на ногах разит перегаром эта шляпа дорога мне как память ламберт успокойся все отстирается в угол их потом поставишь а сейчас за работу надо полагать твой метод с гробовой доской были головам не сработал не вполне но кое-что я узнал пока вы носились за вилохвостами и играли с мегаскопом я осмотрел ум и вот что я заметил когда его сознание скажем так расслаблено он ведет себя по-другому когда он засыпает у него движение меняются взгляд но только на мгновение поэтому я вел его в транс сначала ничего не происходило но когда он впал в литургическую фазу я что-то услышал вздох или стон и это был мне голос умы не представляю как нам это поможет тогда молчи спасибо весь мир и прости за то что я тебе наговорила парни рассказали что мы собираемся делать да и мне это не нравится но я доверяю тебе я думал мы избавились от этого стола много лет назад я не видел унылого альберта уже лет пятьдесят жаль его было выкидывать я подумал а вдруг пригодится ну сами знаете я человек старый у каждого деда полный чердак пытошных устройств ну ладно и что теперь можно начинать надо только приготовить зелья а почему мы не почему не сделали этого раньше потому что препараты для испытания крайне реактиву их надо использовать сразу после приготовления ты доволен геральт приготовь эликсиры а ты эскель возьми бутыль спирта о нет после прошлой ночи я и продезинфицирую инструменты ну мальчики раз два раз два ты не знаешь кто скрыт в теле так как ты считала пропорции сделала несколько сложных вычислений экстраполировала кое-какие данные провела симуляцию процесса словом все наугад ну так вот ну ну Продолжение следует...